Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ вы смотрите очередной выпуск программы «Полицейская служба» в телестудии Департамента полиции Алматинской области журналист Антон Хатиновский. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. За безопасность дорожного движения. На этот раз под надзором стражей дорог пассажироперевозчики. Браконьерам бой. Более 150 нарушений выявили природоохранные полицейские за истекшую неделю. Возвращаясь к жизни, служба пробаций помогает условно осужденным трудоустроиться и социально адаптироваться. А теперь об этом и другом более подробнее. Рейдовое мероприятие «Автобус» стартовало в Алматинской области. Оно направлено на снижение аварийности, повышение культуры водителей и усиление контроля и надзора за дорожным движением. В мероприятии приняли участие не только стражи порядка. Вместе с ними работали территориальные подразделения инспекции транспортного контроля, департамент государственных доходов и представители иных заинтересованных органов. Перед выездом на линию проверяли техническое состояние городских автобусов, наличие регистрационных документов водителей. В первый же день республиканского мероприятия выявлено 232 факта нарушения правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта. 52 водителя автобусов пользовались телефоном во время движения. Выявлено 48 фактов несоблюдения правил дорожного движения и два автобуса были водворены на штрафную стоянку. По всем нарушениям составлены административные протоколы. Кроме того, сотрудники полиции принимают соответствующие меры по предотвращению незаконных перевозок пассажиров и грузов в общественном транспорте. Действительно, некоторые участники дорожного движения считают автомагистраль местом для развлечений. Особенно отличается Карасайский район, где на первый взгляд и вовсе не существует ПДД. Владельцы крутых тачек здесь позволяют себе устанавливать спецсигналы и тонировать автомобили на все сто. На этот раз они отличились тем, что ездили задним ходом. В ходе мониторинга социальных сетей стражи порядка обнаружили видеоролики, демонстрирующие грубые нарушения правил дорожного движения. Проведя разосные мероприятия, правоохранители установили личности водителей и нарушителей и привлекли их к административной ответственности. В частности, в отношении водителя автомашины марки «Део Нексиус» составлено два административных протокола. Транспортное средство нарушителя водворено на специализированную штрафную стоянку. По факту аналогичных нарушений ПДД, допущенных водителями гражданского кортежа, двигавшегося по автодороге республиканского значения Алматы-Бишкек, в отношении водителей автомашин Toyota Camry 70, Infiniti QX 56 и Mitsubishi Gallant составлены аналогичные административные протокола. Все вышеперечисленные автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. Полицейский металды Кургана раскрыт по горячим следам уличный налет. Пенсионерка стала жертвой ограбления. Согласно поступившей информации, неизвестный в одном из микрорайонов города напал на женщину и силой отобрал дамскую сумочку с личными вещами, в которой были сотовый телефон, банковские карточки и деньги в сумме 17 тысяч тенге. Спустя три минуты после сигнала от пострадавшей на место, где и произошло ограбление, прибыли сотрудники западного городского отдела полиции. Они прочесали прилегающую местность и сразу же задержали налетчика. Фигурант доставлен в отдел полиции. При допросе задержанный проснил, что в Тадыкурган приехал с Кирбулатского района около двух недель назад в поисках заработка. Пожилая женщина узнала в задержанном своего отбитчика. Благодарю сотрудников полиции западного городского отдела полиции, которые с 17-го, 20-го года оперативно и по горячим слезам раскрыли и задержали грабителя. Я очень благодарю. Спасибо вам большое за вашу оперативность, за то, что вы есть. Камеры наблюдения продолжают помогать раскрывать преступления. Их око беспристрастно фиксирует все происходящее как на улицах города, так и в торговых павильонах. Оперативники Восточного городского отдела полиции по подозрению в совершении семи карманных краж, совершенных в период одного месяца, задержали ранее 19 раз привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, мошенничество, угоны, употребление и хранение наркотических средств и дважды судимого за кражи чужого имущества 42-летнего жителя поселка Карабулак из Кельдинского района. На этот раз он задержан за кражу кошелька. Последний раз мужчина освободился из мест лишения свободы в 2009 году. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Полицейские Алматинской области отыскали в Павлодаре украденных 19 лошадей и трех жеребят, похищенных неизвестными с пастбища села Кагамшил. О краже 19 голов лошадей и трех жеребят на общую сумму около 8 миллионов тенге обратился 36-летний местный житель после 6 дней самостоятельного безуспешного розыска. Оперативники криминальной полиции области, объединившись с сотрудниками отдела полиции Жамбулского района, вели усиленные поисковые мероприятия, пока наконец не вышли на след скоток Рада, связи которого выходили далеко за пределы нашей области. Часть лошадей была изъята у родственников подозреваемого в Павлодарской области, далее там же были обнаружены и остальные лошадки. Подозреваемый 27-летний житель Жамбулского района Алматинской области задержан правоохранителями в горах на отгонном участке и во дворен ВВС. На страже природы. Полицейские Алматинской области продолжают борьбу с браконьерами. Только за последнюю неделю на территории региона выявлено 156 нарушений природоохранного законодательства. Из них 106 фактов за незаконную охоту и нарушение правил рыболовства. 27 фактов нарушений порядка ношения, перевозки и хранения охотничьего оружия. 2 факта незаконной порубки деревьев. Так, в ходе проверки сотрудниками природоохранной полиции была остановлена автомашина, внутри которой обнаружены шкура и мясо неизвестного животного. Его происхождение в ближайшее время установит экспертиза. Дополним, сотрудники полиции Алматинской области, согласно указанию МВД Республики Казахстан, с 12 октября по 11 ноября проводят оперативно-профилактическое мероприятие браконьер. Его цель – выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства. Самое прискорбное, что губят природные ресурсы – те люди, которые должны стоять на их защите. За незаконную охоту на борсуков задержан лесник. В горах Шаладыр Карасайского района природоохранный полицейский совместно с представителями общественности задержали 59-летнего жителя города Каскелен, который при помощи двух охотничьих собак и специального браконьерского приспособления в форме узких вилл с боковыми зацепами охотился на барсуков. При осмотре принадлежавшей ему автомашины марки «Нива» правоохранители обнаружили двух убитых барсуков, двух собак со следами крови и укусов на мордах, а также браконьерский вилл. Задержанный оказался лесником Алматинской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 337, в части 4 Уголовного кодекса Республики. Ведется следствие. А в Янбикши-Казахском районе инспектором природоохранной полиции совместно с Копчегайской рыбной инспекцией задержан 38-летний житель села Сарыбулак, который при помощи запрещенных мелкоячеистых сетей занимался незаконной ловлей рыбы. На ИЛИ Копчегайском водохранилище, где действует круглогодичный запрет на ее добычу, правоохранители изъяли у подозреваемого 100 килограмм рыбы, в числе которых были особи змееголова, сазана, белого амура, толстолобика и судака. Кроме того, полицейские изъяли запрещенное орудие лова – 100-метровую китайскую сеть. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 335, часть 1 Уголовного кодекса. Изъятая рыба сдана в государственный приемный пункт. Подозреваемому на период досудебного расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Страдает от рук браконьеров не только животный мир и обитатели водоемов, но и зеленые насаждения, находящиеся под защитой закона. В поселке Иргели Карасайского района Алматинской области полицейские обнаружили и изъяли у 35-летнего жителя, являющегося местным частным предпринимателем, 3 кубометра редкого, находящегося под угрозой исчезновения запрещенного к использованию растения «Саксаул». Со слов мужчины, заготовкой и перепродажей «Саксаула» он занимался с 2002 года. В 2015 году открыл кафе, где также использовал «Саксаул». Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 339, часть 1 Уголовного кодекса. Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. В рамках досудебного расследования будет проверена причастность подозреваемого к вырубкам редкого растения. Способы его заготовки используют. По делу назначены и проводятся необходимые экспертизы «Саксаул» изъят. Второй шанс. Служба пробации в Аксусском районе помогает условно осужденным начать новую жизнь. Сегодня на ее контроле порядка 60 человек. Большая часть из них смогла получить медицинскую и юридическую помощь, а некоторые нашли постоянную работу. Александр Санников долго искал работу причина судимость. 20-летний парень год назад условно освободился из тюрьмы. Решить проблему ему помогли в службе проабации. Сейчас он работает автослесарем и зарабатывает порядка 60 тысяч инге. Я работаю уже четвертый месяц в организации «Водоканал». Работа тяжелая. Мотор собираем на «Газель». Спасибо пробации, что меня устроили на работу. Сейчас исправился, больше в дальнейшем уже не буду. Да, переступать закон. Нариман Мукашев провел за решеткой полтора года. Полгода назад условно освободился. Долго не мог найти работу. На грани отчаяния ему помогли в службе проабации. Как только я вышел досрочно, я начал искать работу. Семей нет, но есть родители, за которыми нужно ухаживать и заботиться. Спасибо службе проабации. Я работал на Аксусском сахарном заводе, затем меня устроили на ремонт дороги. Там было сложно. Я снова перевелся на сахарный завод. Работаю разнорабочим на Кагатном поле. Мы ежемесячно посещаем людей, состоящих на учете. Ходим на места работы. Узнаем у начальства, как они справляются. Бывает, и вечером заглянем к ним домой, чтобы убедиться, что они исправляются. Наша задача их трудоустроить – вернуть к прежнему укладу жизни. Ведем переговоры с различными учреждениями. Договариваемся, чтобы взяли на работу. Всего на учете службы пробации Аксусского района зарегистрировано 67 человек. Более 20 из них уже трудоустроены. На этом наш очередной выпуск подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща, мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцами правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. До свидания.